Считанные минуты до вылета. После того, как механики обслужат самолет, лесники отправятся осматривать сразу несколько районов на наличие природных пожаров. Вылеты у нас производятся в зависимости от погодных условий, от класса пожарной опасности. То есть на данный момент у нас стоит четвертый класс пожарной опасности, максимально у нас пятый. Ну, при четвертом каждый день летаем. Один и тот же маршрут? Да, маршрут у нас один и тот же, он установлен, но в ходе авиапатрулирования можно менять направление. Осмотреть нужно огромную территорию, но путь исследования и Волгинский, Тарбогатайский, Мухаршибирский и Заиграевские районы. Летают лесники на почти новеньком ТВС-2МС. Самолет многоцелевой и предназначен не только для осмотра лесов. Надеюсь, что слышно меня хорошо, потому что шумоизоляция здесь так себе, но да ладно, думал, что будет гораздо хуже. Вернемся к самолету. На самом деле он многофункциональный. И помимо того, что на нем патрулируют леса, так еще паршютисты-десантники совершают с него прыжки. И вот буквально перед нашим вылетом на нем привезли больного с Баунтовского района. Поэтому эта техника служит на благо людей и задействована в разных областях. Полтора часа – полет нормальный. В Волгинском и Тарбогатайском районах не дымочка. А вот Мухаршибирский подкачал. Столб густого дыма пилоты заметили издалека. Горит молодняк. Площадь, пройденная огнем, небольшая. Пару минут на принятие решения и парашютисты готовятся к прыжку, чтобы не дать пламени разойтись. Все, сейчас мы достаем свои парашюты, подготавливаемся и будем совершать прыжок, душить. А там что, на земле уже? На земле, разгорается. Наша задача – вовремя остановить, поймать, чтобы дальше не было распространения огня. Там молодняк лез, это очень опасно. Пока парашютисты готовятся, самолет кружит над очагом, словно орел над своей жертвой. Кто на пристрелку идет? Опа! Опа! Да, да. Баул один пушк. Да, да. Твои полеты... Чич. Все, готовьтесь. Да. О том, что можно прыгать, извещает характерный сигнал. Далее пожарным скидывают баул с инструментами и продовольствием. Следом, на подмогу двум листикам на землю отправляется их коллега. Пожар был обнаружен в Мухашибирском районе, недалеко от поселка Ханхалой, на границе с Читинской областью. Я сразу связываюсь с радиооператором лесничества, соответственно, даю всю информацию им, и они сразу оперативно отправляют группу людей. Далее мониторинг лесов продолжается в штатном режиме. На следующее утро в своей ежедневной сводке Республиканское агентство лесного хозяйства отрапортовало, что пожар в Мухашибирском районе был оперативно ликвидирован. Но за этими сухими строками стоит колоссальная работа, исполняя которую лесники рискуют своими жизнями. Руслан Хороших, Бато Гармын. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok